Всем приветик! У нас утречко, воскресенье. Мы по пути на Блошиный рынок. Здесь редко такие места встречаются, и мы много таких мест не знаем. Одно единственное. И то мы часто туда не ходим. Во-первых, я не люблю покупать юзанные вещи. Лучшие дешевые, но новые в магазине. Но местечко интересное посмотреть всегда хочется. Это как бы какая-то история, может быть, этой Америки. Что когда-то люди имели, что продают, кто что покупает. Люди ходят, каждый интересуется каким-то своим. Здесь много всяких собирателей, коллекционеров. Полно всего. Ну и там, короче, тоже полно всего. Но по дороге, чтобы нам не было скучно. Хочу вам рассказать, в чем заключается, как бы для меня, может быть, не для всех, работа няни, в чем для меня заключается, в чем-то главном. Я, когда своих детей этих кормлю, я им готовлю кушать, вы сами видите, я выставляю все, что я могу им, ну, предоставить, все свои умения. Но с возрастом дети растут, и они говорят, что у них меняются вкусы. И еда им то ли проедается, то ли они, может быть, из-за того, что ходят чаще в рестораны в разные там, разных национальностей, разных стран. Они видят другую еду, и они не хотят кушать домашнюю еду. У меня сейчас остро возникла проблема, чем кормить детей. И вот мы с ними иногда, у нас такие терки, мы ругаемся. Кушай, это полезно. Кушай, мама сказала, кушать, потому что нужно для роста, для детей, это хорошо. Они говорят, почему ты это готовишь? Russian food is terrible food, они говорят. Я говорю, все проблемы к маме. Мама раз покупает, я должна что-то из этого готовить. Если вам хочется другой еды, китайской, японской, корейской, итальянской, к маме, мама заказывает по телефону, и мы едимся, и все счастливы. Ну вот пришло лето, лагеря пришли. И старший парень пошел в лагерь, там на 4-5 дней он ходит с ночевкой. Уже в таком возрасте они могут вот в такие вот лагеря ездить. Ну и он пошел один раз, в один. Не понравилось, потому что уже дети до 13 лет встречаются разные, и воспитанные, и невоспитанные, от которых можно услышать всякие вещи, которые, может быть, для моих детей неприятны, потому что они не привыкли к каким-то ругательствам или матам. В семье этого нет. Это ему не понравилось. Я говорю, жизнь такая, нужно ко всему привыкать. А дети взрослее становятся, и становятся, может быть, грубее. Некоторые, не все, потому что разные есть семьи. Это все берется, я думаю, из семьи. Есть семьи, где ругаются, есть семьи, где не ругаются, где все мирно и тихо. Так вот, в одном лагере ему не понравилось, что дети были чуть-чуть, ну вот, как бы невоспитанные, говорили плохие вещи, он слышал разные неприятные слова. В другой лагерь он пошел, ему не понравилась еда. Сказал, что были плохие, вообще и хот-доги были ужасные, и пицца была ужасная, и макароны были как тесто. И, короче, еда ему не понравилась, и он пришел прямо с болью в животе, что вот его там чем-то таким вот кормили, и это ему не понравилось. А потом я ему говорю, ну что, чья тогда еда лучше? Моя или американская? Russian или American food? И тогда он уже, конечно, сказал, что, ну, наша еда дома совсем другая. Может быть, потому что они привыкли к этой еде. Ну, 5 дней в неделю кушать, как бы, еду домашнюю, домашнего приготовления. И на выходных они могут там сходить в ресторан, бабушка или дедушка их там водят в ресторан, мама с папой. Но 5 основных дней в неделю они едят, как бы, нормально приготовленную еду. Свежую, каждый день, почти там все готовится от мяса до еды, и супы, и все. А тут он пошел, а тут ему не понравилось. И то было плохое, и он там 5 дней сидел и терпел вот эту еду. И ему это все, видно, накопилось, накопилось. И он пришел недовольный и сказал, что в этот лагерь больше не пойдет. Ну, а какой выход из положения? В лагерь все равно ему ходить нужно, ему нужно общаться со своими сверстниками. Лето длинное, 2 месяца. Нужно что-то делать. Не знаю, как они будут выходить из положения. Но старший уже понял. Суть в том, что он уже понял, что та еда, которая готовится дома, это действительно здорово, от нее не болит живот, от нее чувствуешь себя хорошо, здоровым, и у тебя нету проблем, если ты не поел то, что тебе не нравится, ты сидишь голодный. Ну, наверное, он там и так и просиживал вот этими днями, если ему дали еду, ему не понравилось, он сидел голодный, я не думаю, что ему там предлагали что-то другое. Какие-то начос или такос, это же мексиканская еда, это все острые. Ну, вот ребенку не понравилось. С младшим тоже самое. Младший, когда был поменьше, ел нормально, он ел за двоих, мы прям так, ох, удивлялись, как ребенок кушает. Сейчас он тоже мне начинает, что я это не люблю, мне это не нравится. Может быть, просто не обращать внимания на это все. Может быть, оставить, проголодается и съест. Ну, не знаю. Я и с родителями советуюсь, и говорю, ну, чтобы вашим детям, может, вы что-то придумаете, что им приготовить, чтобы они ели. Потому что если я готовлю, и им это нравится, едят с аппетитом, я с большей радостью, с удовольствием это делаю. Но если что-то не нравится, еда или что, у меня опускаются руки, и я просто готовить уже не хочу. Я знаю, что это им не нравится, они не едят. Я не хочу это готовить, не буду, потому что я знаю, что дети недовольны. А что готовить? Может, посоветуй, может, вы что-то посоветуете? У кого есть дети, кто работает нянями? Что любят кушать дети у вас? Чему отдают предпочтение? Потому что вот такая вот проблема какая-то назревает. И мне что-то неудобно в этой ситуации. Родители подумают, что няня как бы потеряла квалификацию, да, Степа показывает. Няня потеряла квалификацию. Не заботится о детях. Да, такое вот бывает. Поменять няню. Поменять няню. Вроде и вкладываешь туда все, и стараешься, и все. Но дети есть дети. Одним... Дать, мой молодой. Ну, можно и молодую, конечно, дать. Можно и постарше дать. Все можно. Это ихние проблемы. Пусть сами решают. Или пусть разговаривают с детьми, что они должны есть то, что им дают. А все остальное приходящее. А на выходных будут есть то, что они хотят, то, что не любят. Потому что нужно расти на здоровой еде. Вот такая у меня сегодня тема. Кто, может быть, встречался с этим? Кто, может быть, посоветует, что делать в такой ситуации? Короче, мы поехали. Покажу вам базар. Сейчас приедем, что там интересного. И будем с вами прощаться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok